Всем привет! Как ваши дела? Как предновогоднее настроение? Я тут снова насобирала лайфхаки для проверки, поэтому будем сегодня пробовать новые хитрости, советы из ТикТока и Инстаграм. Посмотрим, найдется ли среди этих лайфхаков странных что-то годное. Небольшая рекламка моего Инстаграм. Я скорее какая-то недоинстаграмщица, потому что постоянно забываю, что мне нужно еще в Инстаграм что-то снимать и фотографировать. Поэтому у меня так редко бывают какие-то фотографии, видюшки, истории, но тем не менее они иногда бывают и как раз-таки недавно вышло видео вот с этим вот маникюром. В дальнейшем я еще планирую снять прическу и макияж, так что подписывайтесь. Ну а теперь, пожалуй, приступим к проверке. Видимо, все это время мы как-то с вами неправильно красили губы помадой. Судя по вот этому ТикТоку, губы нужно сжать вот так вот. И в таком же виде красить помадой. И посмотрите сразу, какие пухляши получились. Причем мне попадался не один подобный ролик, и всегда губы реально после такого способа казались пухлыми. Так что сейчас будем карасить также губы. Беру в руки, значит, свое любимое зеркальце. Я взяла помаду с матовым финишем и начинаю аппликатором рисовать себе новые губы. Не так-то просто в таком сжатом виде красить их помадой, между прочим. Мне показалось, что я слишком мало дорисовала, поэтому давайте-ка сделаем их пожирнее. Потом я подумала, что этот оттенок слишком светловат, поэтому взяла более темную помаду и нанесла ее поверх старого цвета, полностью его перекрыв. Ну что ж, вот такой результат. Результат меня, конечно, не очень впечатляет. Видно, что я вышла за контуры, и губы как-то слишком вульгарно выглядят. Больше это похоже на то, что у меня руки просто растут из попы, и я не смогла нормально накрасить по контуру себе губы. Но все-таки выпуклости по контуру губ хорошо заметны, так что ничего не скроешь. Даже если помада будет суперстойкая, все равно будет все хорошо видно. А вот еще идейка. Она уже, кстати, будет для волос. В общем, будем делать кудри зубной щеткой. Мне, кстати, отправили не видео, а вот такие скриншоты, но этот ролик я не смогла найти в TikTok. Что нам здесь говорят? Если отключили свет, то можно сделать кудри зубной щеткой. Причем она держит электрическую зубную щетку. Возможно, во время чистки зубов она как-то нагревается, и может быть за счет этого появляется кудряшка, или может быть это какая-то у нее особенная щетка, но я все-таки решила это проверить. Я тоже взяла электрическую зубную щетку. Пока что я ее не включаю. Вначале мы просто накрутим вот эту вот мою прядь. Вот таким образом. Да, долго мне это все делать, конечно. Странно, да, выглядит? Потом, типа, эту щетку мы должны включить. Сейчас будет небольшой шум. Крутится у нас вот эта вот часть. Какого-то нагрева не чувствую. Я еще режимчики тут попереключаю. Интересно, сколько так надо сидеть? Как понять, что у меня кудряшка получилась? Так, ладно. Не такого ожидала результата, но вот что в итоге у меня получилось. Вот такая кудряшка. Давайте попробуем с другой стороны. Вот такие дела, ничего у нас не получилось. Во время процесса щеточка прям слегка нагревается. И то она это делает только вот в этом месте, то есть у основания. А вот эта вот основная часть, она обычной температуры. Даже если бы лайфхак работал, мне он не кажется полезным. Во-первых, нужно потратить кучу времени, чтобы накрутить каждую прядь. Во-вторых, все-таки этой зубной щеткой мы чистим зубы, а тут еще и волосы накручивать как-то негигиенично. Так что лучше оставить ее для ухода за своими зубами. Совсем скоро долгожданные праздники, и наверняка многие девушки уже в предвкушении новогодних фоточек. А что украшает любое фото? Правильно, это улыбка. Белоснежная улыбка делает человека более запоминающимся и вызывает интерес у противоположного пола. Так вот, чтобы добиться идеального тона зубов, обязательно попробуйте отбеливающие полоски Райджел. Они превосходно справляются со своей задачей, причем эффект виден невооруженным глазом уже после первого применения. Я их часто рекомендую, поскольку сама в восторге от этого британского бренда. Достаем полосочку, клеим ее на зубы и все. Дальше просто ждем минут 15, пока она не растворится, оставив после себя специальный гель. Его, кстати, не нужно смывать. Отбеливание на 100% безопасное, подходит даже для самых чувствительных зубов. Сами полоски настолько компактные, что их можно брать с собой куда угодно. Плюс они хорошо освежают дыхание, поэтому отлично подойдут перед важной встречей. Для полного курса отбеливания необходимо 2 упаковки полосок, но Райджел все еще проводят акцию 3 по цене одной. Так что, кого заинтересовало, то скорее заказывайте их по ссылке в описании. Например, 2 упаковки себе, а 3 в подарок близкому человеку. Если же вы не хотите брать сразу 3, то на Вайлдбери сейчас можно купить 1 упаковку по специальной промо-цене. Ссылочка также есть в описании. Ну а сейчас будет полная дичь. Итак, что нам предлагают? Если вас не устраивает нос, а точнее ноздри, я, кстати, раньше в детстве комплексовала очень из-за своего носа, типа он слишком большой, я так и не закончила. Если не устраивают, значит ноздри, просто приклеите их клеем. Ну, конечно, не клеем моментом, и тем более уж не жидкими гвоздями, а здесь девушка берет клей для накладных ресниц, наполняет себе ноздри и склеивает нос. Ну, типа, может быть, для фоточек можно использовать такой трюк. Она даже написала, что вырвала все волосы из носа этим клеем. Перед нами сейчас непростая задача. Я взяла клей для ресниц. Как это мерзко! Ой! Фу, он какой-то вонючий. Вы видите это? Он, кстати, держится на этих как раз-таки волосюшках. Какой ужас! Клей для ресниц не так уж и быстро застывает, особенно в таком-то количестве. Поэтому пришлось немного подождать. И вот так странно у меня склеились ноздри. Причем клей, видимо, настолько жидкий, что внизу остались некрасивые белые подтеки. Видок, конечно, не очень. Реально, будто бы я их приклеила на ПВА. И да, когда я убирала этот клей из носа, ни одна волосинка не пострадала. Клей для ресниц обычно очень лайтовый, поэтому эпиляции от него явно не стоит ждать. Я еще решила попробовать поэкспериментировать с другим клеем. Нанесла его уже в небольшом количестве, потому что до этого, мне кажется, многовато было. Вы только посмотрите, как нос меняет человека. Мне кажется, я даже на себя не похожа. Напишите обязательно в комментариях, идет ли мне такой нос. Или лучше свой оставить. Ну и настало время последнего лайфхака из ТикТок. В общем, суть такая. Нужно накрасить губы, как получится, не обязательно по контуру. Далее прикладывается обычная бумажная салфетка. Снова накрасить губы по этой салфетке. Получается вот такой красивый результат. В целом бумажная салфетка – это очень полезная вещь в макияже губ, потому что любую сияющую помаду можно сделать матовой при помощи нее. Но все-таки мне почему-то кажется, что у нее получился прям какой-то слишком идеальный, что ли, результат. Когда эта помада успела вот так растушеваться, я не понимаю. Поэтому давайте тоже попробуем. Взяла я, значит, вот такую помадку. Очень даже приятного оттенка. Сейчас мы накрасим губы не по контуру, просто так вот троедемся слегка. Ну, вот так нормально как бы, да? Дальше мы прикладываем вот так салфетку. и снова краффингу. Вы меня понимаете? Дальше нам нужно рассределить это все кистью. Вот так. Вот таким образом мы рассределяем кистью. Убираем салфетку. Смотрите, по контуру у меня ничего не получилось. То есть, как вот я накрасила изначально, так все и осталось. На видео, конечно, получилось здорово, но у меня все не так. И все-таки, мне кажется, что-то здесь не чисто. Напишите прямо сейчас, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такой лайфхак, которым вы прям пользуетесь каждый день. И на этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте заходить на мой инстаграм, смотреть последнее видео с маникюром. Скидывайте мне интересные видюшки для проверки. Я всегда их смотрю, отбираю тщательно. Всех люблю и всем пока. Хорошего настроения. Скоро увидимся.